здравствуйте олег анатольевич здравствуйте много не виделись уже много много времени накопилась ситуация такая ну да непредвиденное случилось накопилось много вопросов от товарищей вопросы все фундаментальные насущные хотелось бы услышать ответы давайте будем представителями российского буржуазного государства внесены некоторые предложения реализация которых но ухудшит условия труда ну это не впервые сделано ухудшение произошло пенсионные реформы вообще глобальное ухудшение произошло тут даже условия труда согласитесь что человек который уже возрасте зрелыми более чем зрелым вынуждает работать вместо того чтобы человек добровольно выбирал либо работать ему получая пенсию и работ если есть силы а здесь получается вынужденный труд это самый серьезный за последние годы ухудшение условий труда сейчас конечно эта тенденция реализуется в очень своеобразной форме с одной стороны хотят запретить увольнение до 1 января 21 года в связи с ситуацией с коронавирусом а с другой стороны уведомления о существенном изменении условий труда которые сейчас за два месяца должны подаваться хотят сделать так чтобы за две недели подавалась это уведомление только лишь ну например сокращать вроде пока нельзя якобы разве что по соглашению сторон увольнять а вот предложить человеку предложить рабочему другому работнику такие условия труда которые вы не устраивали бы в том числе и по заработной плате если широко понимать слово условия труда и по самим условиям труда и по должности и по функционалу и можно очень просто заставить человека уволиться самого поэтому это создать такие условия такая тенденция она всегда была есть и будет сейчас решается вопрос кто будет расплачиваться за кризис возникший такой вопрос и стоит в условиях даже подъема кто будет платить за подъем экономики там полегче там может одновременно возрастать и заработная плата и прибыль сейчас же когда уменьшается у многих выручка организации предприятий в этих условиях капиталисты будут стремиться силу все использовать весь инструментарий использовать для того чтобы уменьшить заработную плату рабочим прежде всего потому что рабочие работали и самых сложных условиях и во время расцвета этого коронавируса и сейчас непростая ситуация рабочие особенно при непрерывных производствах рабочие транспортные рабочие в шахтах рабочие на предприятиях особенно крупных предприятиях работали все время подвергая себя опасности и что надо так смириться с этой тенденцией это будет означать только одно даже после выхода из корона корона коронакризиса все равно будут пытаться сохранить эти ухудшившиеся условия поэтому нельзя допускать ухудшение условий труда уровня заработной платы и наоборот так как значительная часть работы происходило в условиях нерабочих дней согласно указа президента они рабочие дни должны оплачиваться вдвое два раза выше следовательно рабочие должны требовать создавать организации использовать те организации которые есть профсоюзные которые сейчас многие спят делать их более живыми менять руководство этих профсоюзных организаций требовать увеличение заработной платы соответствии с законом соответствии с трудовым кодексом как работающий в нерабочие дни то есть вдвое должна быть увеличена заработная плата у нас увеличили заработную плату медикам это очень правильно как тяжело это проходило мы видели понадобилось вмешательство такое уже как говорят в ручном режиме вмешательства президента но те это правильно что медикам увеличили заработную плату хорошо чтобы оставили на этом уровне и всем медикам но это зависит уже от того как будут действовать сами организации профсоюзной организации медиков и примером является организация действия профсоюз которые проводят систематическую борьбу за интересы медицинских работников и есть определенные достижения и всем остальным работникам в первую очередь рабочим сейчас все условия создались для того чтобы требовать увеличение заработной платы и не идти ни на какие здесь компромиссы на то что вышел руководитель попросил давайте вот на тысячу вам снизим зарплату потому что такая тяжелая ситуация не надо идти не надо входить в положение капиталистов капиталист не входит в положение рабочих когда он увольняет рабочих увольняет других работников он не думает о том что будут делать эти работники которые перестали быть работниками но хорошо увеличили немного пособия по безработице сделали там на уровне минимальной заработной платы но это не спасет семейный бюджет от краха если рабочий получал 30 40 тысяч он будет получать 12 тысяч какое-то время пособия по безработице это не спасет семью рабочего от ухудшения положения всей семьи поэтому надо использовать эти возможности которые сейчас созданы в том числе и те которые созданы тем что объявлены не рабочие дни были они уже закончились правду но вот тот период который был больше месяца надо его использовать для того чтобы была двойная оплата и ни в коем случае не позволять снижать заработную плату и сокращать сокращать штаты необходимо просто необходимо оживлять работу профсоюзных организаций если совсем уж мертвый профсоюз уже никак его не поднять уже совсем там сгнил создавать или если про союза процента нет на том или ином предприятии создавать профсоюз это три человека достаточно есть профсоюзы которые есть профсоюзные организации объединения которые поддержат и рабочая партия россии поддержит создание поможет это и методически идеологически и поэтому сейчас как раз такие условия когда борьба может быть успешной ну этого вот а если отмотать немножко назад от действительно каковы причины экономического кризиса происходящего сейчас ну и соответственно что более предметно что в условиях этого кризиса задачи рабочего класса ну кризис это закон капитализма капитализм развивается через кризис и это всегда было всегда будет пока будет капитализм кризис и неизбежны это внутренние зашито в условия капитализма условия жизни капитализма без этого находиться не может если говорить об особенностях нынешнего кризиса он вызвал конечно необычной ситуацией он вызвал казалось бы внешней ситуации ситуации эпидемии пандемии пандемии это значит эпидемия которая распространилась на весь мир и это толчок но ведь если понимают капиталисты что-то два-три месяца почему такое интенсивное увольнение происходит во всем мире работников особенно в соединенных штатах уже около 20 миллионов безработных то есть на самом деле это только толчок кризиса это внешняя оболочка на самом деле внутренние законы капитализма законы его развития которые ведут к относительному перепроизводству относительному это потому что потребности людей таковы что можно потребить то что производится а платежеспособность спрос те деньги которые есть у работников у значительной части трудящихся их недостаточно для того чтобы покупать все что могут произвести предприятия то есть производительные силы настолько возросли что покупательная способность она вступает противоречие с тем объемом объемом предложения которые выводятся на рынок и неизбежно в цикле воспроизводства капитала нас общественного капитала наступает период кризиса то есть подъем бум это когда огромный темп роста затем переполнение рынка спад и как правило довольно длинная депрессия и это депрессия во время этой депрессии происходит очень важный процесс это обновление капитала весь цикл капитала движение капитала это есть цикл обновления капитал он идет через такие чудовищные формы когда были годы когда с товаром целые баржи гудзоне затапливали уничтожали продукт лишь бы не уменьшались цены на этот продукт но у нас сейчас как известно цены на нефть упали во всем мире а цены на бензин у нас не упали это же вот государство сейчас буржуазное что делает держит уровень цен кажется может регулировать цены когда хочет раньше дорожал даже раньше говорили невозможно цены повышаются ничего не можем сделать вот только вот что-то чуть-чуть можем сделать на некоторое время а сейчас оказывается можно держать цены на довольно высоком уровне но это уже регулирование это уже другой несколько аспект это в аспект регулирования которое капиталистическое государство современное неизбежно должно производить и она оказывает довольно таки серьезное влияние на этот цикл на самом деле 70-х годов не было мощного кризиса мирового такого значительного как был в 30-е годы 70-е годы почему потому что научились регулировать экономику не это не отменяет стихийность капитализма но экономика регулируется на этапе бума сдерживают экономический рост на этапе спада начинает стимулировать экономический рост и сейчас мы видим какие триллионы долларов и евро вкачиваются в экономику северной америке европы для того чтобы поддержать экономику чтобы не дать ей рухнуть ниже того уровня который она уже достигла и создать условия для оздоровления экономики нынешний кризис конечно он особенный потому что глубина его довольно серьезно только за апрель месяц на 10 и более процентов падения произошло экономики если материального производства стояли заводы и далеко не все выйдут из этого кризиса на тот же уровень который был крупные укрупнятся мелочь планктон погибнет но это всегда во все кризисы происходит особенностью этого кризиса в россии является то что россия вошла в этот кризис из депрессии то есть если обычно в кризис идет после подъема идет спад а потом депрессия у нас начиная примерно с 2008 года особого подъема то и не было как ты как 2008 году депрессия началась после спада в четырнадцатом году ну там было чуть чуть до 14 года подъем потом четырнадцатом году еще падение чуть чуть только дошли до уровня опять 14 года и сейчас кризис то есть мы находимся в такой довольно таки затяжной депрессии начиная с 2008 года уже в течение 12 лет это особенность российского капитализма воспроизводства общественного капитала в россии в чем здесь причина причина в том что в россии буржуазные государства создала такие условия которые не подталкивают не заставляют капиталиста вкладывать в производство кто-то вкладывать я не говорю что нет инвестиций кто-то вкладывает но это очень мало по сравнению с тем что нужно у нас из вновь созданного продукта из того что создается за год всего лишь 20 процентов направляется на капиталовложения маловато сравним китай 40 процентов были годы когда больше и это нормальный уровень для страны у которой отстают производительные силы то есть мы не находимся на вершине какого-то развития производительных сил у нас если внедрить современные производительные силы современные технологии и развить рабочую силу ее обучить подготовить увеличить зарплату то у нас такой резерв роста огромный то есть можно спокойно развиваться по 10 процентов в год и удваивать объем производства за 8 лет это совершенно возможно ресурсы у нас все есть рабочая сила в значительной степени у нас есть правда реально дефицит рабочей силы уже в россии дефицит квалифицированной рабочей силы а иногда и просто рабочей силы дефицит не случайно у нас миллионы и миллионы рабочих которые приезжают из других стран и работают россии особенностью развития россии является то что российский капитал появился как отрицание коммунистического способа производства и российскому капиталу практически за даром достались ресурсы если в странах где капитализм развивался давно и без перерыва так скажем 70 с лишним лет он развивался на собственной основе и развиваясь на собственной основе он вынужден вкладывать иначе он просто не выживет стучностью капитала является увеличение капитала расширено воспроизводство капитала является целью капитала расширено воспроизводство даже не прибыль прибыль промежуточный результат а прибыль необходимо вкладывать производства тогда капитал живет если он этого не делает его просто съедают другие капиталы у нас что получилось ресурсы достались практически бесплатно их эксплуатируют уже три десятилетия рабочая сила достаточно многочисленная дисциплинированная хорошо подготовленная очень дешевая от трех до пяти раз ниже чем стоимость рабочей силы вот он еще один источник для прибыли капиталистов для прибавочной стоимости ну и соответственно ресурсы надо говорить о природных ресурсах где рента достается значительной степени государству хотя собственно ресурс вообще в конституции написано что принадлежит народу то есть хотя бы государству рента бы доставалась она большей частью достается капиталистам и выводится из страны большей частью и средства производства тоже достались почти что даром используя эти ресурсы можно оказывается 30 лет очень мало вкладывать производства назову несколько цифр у нас на амортиза амортизационный фонд в стране я недавно считал составляет примерно по моим подсчетам 11 триллионов рублей что такое амортизация амортизация от слова аморта то есть не умирать морд это смерть а аморт это не умирание то есть для того чтобы не умирали средства производства то что изнашивается должно восстанавливаться и соответственно в процессе производства происходит износ станков оборудования зданий сооружений и необходимо накапливать деньги на то чтобы восстанавливать это даже не развитие какое-то это просто чтобы сохранять за счет обновления того что есть и норм амортизации например у нас но около 10 процентов на оборудование но есть ускоренная амортизация сейчас не будем углубляться в эти особенности здание сооружения там где-то если 30 лет здание служит значит три процента о стоимости здания надо отчислять в амортизационный фонд чтобы восстанавливать потом здание станки если 10 лет станок работы значит одну десятую этого стоимости надо отчислять и эти отчисления они все входят стоимость и прибыль с этого налог на прибыль не берется с этого то есть это идет мимо налогов и вот такие суммы у нас должно быть где-то 11 триллионов рублей представьте 11 триллионов рублей все инвестиции годовые в россии составляет 17 триллионов рублей всего лишь а ведь источником инвестиций источником капиталовложения еще и прибыль основной источник прибыли у нас на 46 триллионов рублей не миллиардов триллионов рублей 46 вот представьте 46 плюс 11 57 триллионов рублей это у нас источник для обновления капитала для расширенного производства для простого и расширенного производства это в том же масштабе расширенное увеличивать из этого используется только 17 из 57 17 это меньше 3 то есть надо увеличить минимум два раза то есть не 17 34 триллиона рублей должны вкладываться в экономику страны для того чтобы развивалась вот поэтому у нас и развития нет что не вкладывается достаточные ресурсы в развитие сами капиталисты не являются во многом капиталистами с точки зрения развития производства тоже миссии капитала является всемирное развитие производительных сил наш капитал исполняет эту миссию очень плохо очень плохо какие здесь выходы ну первый самый очевидный выход это государство должно подталкивать ну вроде бы какие-то программы пишут отдельный благ хорошая концепция 2008 году она должна закончиться сейчас 20 но она не выполнена она не выполнена сейчас 20 год и никакого отчета нет по выполнению долгосрочной концепции развития российской федерации хотелось бы услышать а там были хорошие параметры например пенсии должны быть три раза больше чем сейчас заработные платы должны быть несколько раз больше чем сейчас согласно этой концепции ничего это не выполнено пытается ссылаться на разные кризисы и так Никто не мешал это делать, потому что ресурсы страны огромные. Вот куда деваются, смотрите, 57, отнимаем 17, куда деваются остальные триллионы? Ну часть на налоги идет, понятно, часть идет в государственный бюджет. Государственный бюджет тоже часть идет в инвестиции. Но где примерно 25 триллионов рублей, которые не идут в налоги, не идут в бюджет? Итак, 25 триллионов рублей это паразитическое потребление буржуазии российской. 25 триллионов. Большая часть из них выводится за рубеж. Сейчас им стало похуже, потому что их там раскулачивать собираются. В Великобритании уже берутся за это дело, в других странах. Ну может хоть они помогут, если наше правительство не хочет этим заниматься. А меры здесь достаточно простые и напрашиваются сами собой. Не потому что кто-то там умный может предложить такие меры, другие не знали. Нет, это меры известные. Необходимо, первое, регулировать вложение амортизационных средств в экономику. То есть накопил 10 миллионов, например, вот эти 10 миллионов вложи в экономику, вложи в свое производство. Не хочешь вкладывать, отдай эти деньги в государственный амортизационный фонд. Например, по 2%, не просто отдай, вот так вот бесплатно, а по 2% годовых, например. А капиталист, которому нужно будет, деньги нужны будут, он допустим по 3% годовых возьмет на 15 лет. Хочешь потом забрать эти деньги оттуда, забираешь, если станок покупаешь, забираешь, покупаешь станок. Это можно сделать? Можно. Это даже выгодно. И тем самым это выгодно капиталистам, самим выгодно для развития капитала. Но этого не делается. Позволяется амортизационный фонд, у нас уходит в значительной степени наверняка за рубеж. Потому что здесь ему некуда деваться в банки, у нас полубанки, если там можно назвать их банками. Они не способны это превратить в капитал, который потом будет вложен в основной капитал. То есть в станки, в оборудование, в здание, в сооружение. В квалификацию рабочих. То есть вот она, элементарная мера. Она необходима просто для того, чтобы поддерживать просто уровень существующий. Просто вот чтобы нынешний уровень поддерживать. То есть у нас даже не поддерживается нынешний уровень. У нас износ средств производства составляет гораздо больше 60%. У нас износ очень серьезный. Второе. Вот эти 46 триллионов рублей. Что можно, чтобы их не уводили просто ни на паразитическое потребление, ни на там дикие виллы за миллиарды, миллиарды. Нужно сделать даже при Ельцине, я вам скажу, его ругают и правильно делают. Даже при Ельцине у нас налог был на прибыль порядка 35%. Но если ты вкладываешь в оборудование, в оборудование, покупаешь оборудование, станки, здания, сооружения, строишь. Половина, с половины только платишь налог. То есть 17,5% ставка. Для тех, кто вкладывает. С тех сумм, которые вкладывают. Почему сейчас не сделать хотя бы это? 35% у нас 20% налог на прибыль. Почему не сделать 30-40% налог на прибыль? А кто вкладывает, платит, например, 10% с той суммы, которую вложил. А в таких отраслях, как микроэлектроника, биотехнологии, мы понимаем, как биотехнологии. Нужно сейчас, по-моему, любой, любой, самый, кто не знал, не думал об этом, сейчас понимает, что такое биотехнология и как их надо развивать. Для того, чтобы сохранять просто жизнь и здоровье людей. Налевую ставку сделать. То есть вложил в биотехнологии, вложил в микроэлектронику, вложил в современные технологии. Значит, ноль платишь. Государство здесь уступает капиталисту, например, дает такую льготу. Это можно делать. Вот эти две меры можно делать. Но, возникает вопрос, а это, ну, государство не делает, что дальше? Упрашивать их, уговаривать. Ну, экономисты многие пишут и в правительство, объясняют. Ну, Академик Глазьев, по-моему, развернул такую картину. И четко назвал, кто что делает, кто что не делает, почему не делается. И что надо делать для капиталистов. Он отнюдь не социалист и не коммунист. Академик Глазьев. Ну, а с точки зрения государственного регулирования, которое неизбежно в условии государства монополистического капитализма, он многие вещи правильно говорит. Для самих капиталистов. Но наш капитал слишком подчинен иностранному капиталу. Наш Центробанк, это, по сути, филиал Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Подчиняется рекомендации Международного валютного фонда, выполняет быстрее. Мы не имеем долгов перед ним, перед этим фондом. Но выполняет быстрее, чем Украина, которая имеет долги, которые заставляет через долги это делать. У нас делают это быстрее. Так вот, если государство этого не делает, что тогда должно происходить? Кто спасет Россию? Это возглас любого интеллигента конца 19-го, начала 20-го века. Не любого, а многих. Спасем Россию. Так вот, кто спасал Россию в 5-м, 7-м, 1905-м, 1907-м, 1917-м году, тот и призван спасти Россию. Кто больше всего заинтересован в развитии России, в развитии экономики России? Рабочий класс. И рабочий класс это может делать, и вынужден будет сделать, и делает уже в какой-то части. В своих интересах. Не для спасения капиталистов, а для того, чтобы сохранить себя, сохранить свои семьи, сохранить себя как рабочий класс. Сохранить всю страну в целом, сохранить обороноспособность страны. И для этого что нужно? Для этого нужно требовать, во-первых, 6-часовой рабочий день. Увеличение заработной платы до уровня и выше стоимости рабочей силы, то есть от 3 до 5 раз. Почему? Я скажу, что эти меры даже выгодны, ну то, что рабочим выгодно, понятно. 2 часа не лишние для развития рабочего и для того, чтобы он меньше находился во вредных условиях труда. А это выгодно и капиталистам. Потому что раз вынужден не 8 часов, а сейчас мы знаем 9,5 часов рабочие работают со сверхурочными. А 6 часов, значит капиталист вынужден будет покупать новую технику, внедрять новые технологии. Тем самым возможно такое, это нормально совершенно, когда увеличивается и прибыль, и заработная плата. Увеличение заработной платы тоже заставляет капиталиста снижать затраты, трудоемкость продукции, трудоемкость технологии. Но уменьшает трудоемкость не за счет того, чтобы рабочих за забор выставлять, а за счет того, что уменьшается рабочий день. И вот это необходимо делать рабочим. А как рабочие это могут делать? По одиночке не сделаешь. Следовательно, нужно объединяться. Нужно объединяться в профсоюзы. Нужно оживлять те профсоюзы, которые сейчас есть. У нас с профсоюзами охвачено больше процентов, чем в Соединенных Штатах. И соответственно, задачи эти решать по уменьшению рабочего времени до 6 часов и увеличению заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. И улучшение условий труда в целом. Вот так вот я ответил бы на данный вопрос. Ну, профсоюзная тема в воздухе витает, можно сказать. А вот как обеспечить устойчивость и действенность вот этих новых рабочих профсоюзов? Каким образом? Ну, устойчивость, да, есть такая проблема. Она показала свою актуальность уже не один раз. То есть возникает новый профсоюз. Рабочий профсоюз, ну или преимущественно рабочий профсоюз. Достигает определенных успехов. Улучшает условия труда. Вынуждает капиталистов улучшать условия труда. Увеличиваются заработные платы. Но капиталисты тоже не сидят сложа руки. Они же тоже действуют. И у них силы достаточно серьезные. У них есть администрация, у них есть финансы. У них есть право, так скажем, найма, увольнения. И используя все эти возможности, они осуществляют, во-первых, первое, что они осуществляют, это давление на руководителя профсоюза. Я это не просто знаю теоретически. Знаю на практике, на нашем предприятии большом, на Невиномысском азоте, был создан, ну уже много лет тому назад, был создан профсоюз «Защита труда» по инициативе самих работников. Достиг он порядка 800 человек. Это около половины тех, кто работали, те, кто были в профсоюзе, около половины. И достижения очень серьезные оказались. Один только момент, который был доказан и защищен, и добыт профсоюзом, это было требование по восстановлению отпусков по вредности. Каждый работник 12 дней в году, на 12 дней в году было увеличено вредность. В смысле, было увеличено количество дней отпуска за вредность. А это если 10 лет работал, если 12 лет работал, 15 лет работал, это все накапливалось. И, допустим, при увольнении это значительные суммы, там и 600 тысяч, и 700 тысяч при увольнениях уже, или выходе на пенсию стали получать. И тогда администрация предприятия в чем-то и пошла навстречу даже. Потому что увидели, что есть профсоюз, есть организация, которая законные требования выдвинула совершенно. По моим подсчетам, это не одна сотня миллионов рублей, которые достались рабочим и другим работникам Невиномысского азота. И пошло им, конечно, на пользу. Это одно. Стали улучшаться условия труда. В коллективный договор было внесено такое, хотя это не имело большинство, этот профсоюз не имел большинства. Там другой профсоюз еще есть, который имел большинство, ну, обычный ФНПРовский профсоюз. Но, тем не менее, в чем-то даже тот профсоюз вынужден был начать более активную работу в ФНПРовский. И в коллективный договор записали дважды в год увеличивать реальную заработную плату. Слово «реальное» появилось. Ну, предложил профсоюз, согласился работодатель, так называемый, ну, прямо скажем, администрация предприятия правильно говорит, потому что работодатель, настоящим работодателем является рабочим, он работу дает. А капиталист берет эту работу. Слово «реальное» как-то не сильно распознали, судя по всему. А потом, когда выяснилось, что это за слово такое, что это означает, что это означает увеличение зарплаты больше, чем на индекс инфляции, ну, надо сказать, что увеличивали. То есть реальную заработную плату порядка двух лет, то есть в четыре раза это увеличивали, пусть на небольшой процент, но выше, чем инфляция. То есть процент инфляции, то, что называют индексацией, плюс еще к этому, то есть реальная заработная плата рабочих увеличивалась. Реально, это значит, мог покупать больше товара рабочий для своей жизни. Но эта ситуация несколько лет так продлилась довольно успешно. Затем началось давление на какие-то варианты, на работников, чтобы выходили из профсоюза, иначе там будут увольны. У нас было как раз процесс увольнения, потому что сокращались штаты, в принципе сокращались штаты. И говорили, что из-за этого процесса будем увольнять быстрее. Ну, кто-то поверил к этому, какие-то слухи были запущены и так далее. Кто чего это делал, это выяснять нет смысла. Давление было бы неизбежным в любом случае. Надо понимать, что капиталист реализует свои интересы. И глупо его даже в этом обвинять. Просто этому надо противопоставлять свою организацию. Некоторые испугались, пошатнулись, перешли в другой профсоюз и были довольно быстро уволены. Надо сказать. Те, кто держались, те, кто очень тяжело было уволить. Но, к сожалению, руководитель профсоюза ушла. Тот, кто ее заменил, очень неплохо работал. Молодой человек, такой прогрессивный. Но он переехал по семейным обстоятельствам. А уже те, кто их заменили, просто-напросто предали. Уже в конце предали профсоюз и составили, первый раз такое, где-то слышу, референдум по закрытию профсоюза. То есть референдум внутри организации по закрытию профсоюза. Но осталось уже немного членов профсоюза. Но это сделали. Вот такой вот, получается, своеобразный очень опыт. Что нужно делать, чтобы не произошло такого? Потому что сейчас профсоюзные организации возникают новые. Некоторые старые оживляются. Не все ФНП-овские организации прямо такие мертвые и нежелающие действовать в интересах рабочих и работников. Что для этого надо делать? Прежде всего, нужно, чтобы была сменяемость руководителей. И не просто сменяемость, а чтобы руководители не теряли связь с рабочим местом. То есть часть времени, например, комитет оставляет, например, 12 человек, как 12 апостолов. И вот на месяц уходит на профсоюзную работу, работают, остальные 11 месяцев на рабочем месте. Вот тогда непонятно, а на кого давить? Кого тут изыскать в качестве того, надавив на который можно решить вопрос с профсоюзом, как говорили? То есть на самом деле уничтожили профсоюз. Это раз. Во-вторых, должна быть активная работа профсоюзов для того, чтобы... И актива профсоюзов для того, чтобы постоянно было давление на администрацию с новыми предложениями по коллективному договору. То есть по формированию коллективного договора, продвижению коллективного договора, проверка его реализации. И чтобы это было постоянно. То есть не то, что коллективный договор заключили хороший и забыли там на три года. То есть это должно быть постоянно. И самое главное условие в профсоюзе, особенно в руководстве его, должны быть сознательные борцы за интересы рабочего класса. То есть сам профсоюз это вполне буржуазная организация. Она за что стоит? Она стоит за то, чтобы более выгодно продать рабочую силу. Это ничего здесь социалистического особенного нет, коммунистического. Но это организация, которая организует рабочих. И следовательно организует рабочих. Сам капитал организует рабочих, собирая их для работы. И организует их в процессе производства. А здесь профсоюзная организация это организация самих рабочих, самих работников. И необходимо, чтобы эта организация была руководима или движима теми, кто не только за деньги это делает. А из идеологических, сознательных соображений. То есть нужно, чтобы рабочая партия обязательно работала с профсоюзами, с любыми, в том числе и самыми-самыми регрессивными. Делала их более прогрессивными. И эти члены рабочей партии, они и будут тем костяком, который не будет позволять разрушать профсоюзу. Четвертое. Нельзя останавливаться на том, что вот работа есть на предприятии и все. Обязательно нужно объединяться с другими профсоюзами в своих действиях и работать солидарно. Кто-то начал действие по коллективному договору прогрессивному. Естественно, это действие должно быть подкреплено забастовкой, либо угрозой забастовки. Иначе вряд ли заключить этот договор. Ну, может быть редкий случай без этого. Но, как правило, только через давление, через угрозу забастовки, либо через саму забастовку. И тогда поддерживать одно предприятие, поддерживать другое. В нашей истории России, не только в истории России, вот именно так рабочие и достигают реализации своих интересов. Вот это вот важные условия, что надо делать в этот криз. Вот надо работать в профсоюзах, создавать рабочие организации и обязательно развивать становление рабочей партии и развитие рабочей партии взаимодействия с трудовыми коллективами, с профсоюзами. Ну и коллективный договор, он должен быть действительно коллективным. То есть все члены профсоюза должны работать в профсоюзе. Ну, нет, ну, так может не получится, что все прямо. Иногда говорят, вот, знаете, бывают такие фразы интересные. Вот если все мы поймем, что это надо сделать, тогда это будет достигнуто. Я думаю, господи, так это же самое как раз лучшее условие поставили, чтобы ничего не делать. Вот если каждый из жителей России поймет, что экология это очень важно, тогда мы хорошо заживем. Ну, вот это невозможно, ну, это просто ставит нереальные цели. Не надо, чтобы каждый. Ну, великие исторические события делал не каждый. Это касалось каждого. Великие исторические события касаются каждого в той или иной степени. Кого-то непосредственно, кого-то опосредственно. А реальным двигателем является современной жизни, современной эпохи развития общества. А сейчас какая эпоха? Эпоха движения от капитализма к коммунизму. Это эпоха, которая переживает человечество. Со всеми проблемами, откатами, наступлениями, отступлениями. Поэтому нам четко необходимо понимать, что всегда будет какая-то достаточно активная часть общества, которая будет это инициировать, будет это продвигать. Но если это будет не в интересах большинства, она не получит поддержки. А интересы рабочего класса – это интересы всего общества. Потому что рабочие не могут улучшить своих условий жизни, не улучшая при этом условия жизни практически всех остальных – и врачей, и учителей, и капиталистов. Поэтому коренные интересы рабочего класса являются коренными интересами общественными. И исходя из этого, четко мы должны понимать и исповедовать исторический оптимизм, который исходит не из какой-то просто веры, а из материалистического понимания истории, из того, что общество вышло из коммунизма первобытного общинного в эксплуататорский строй. А сейчас выходит из эксплуататорского строя, уже начиная с 1917 года, уходит снова в мир коммуны, коммунистические. Сейчас полтора миллиарда человек живет в социалистических странах. Такого еще, пожалуй, не было никогда. Касаемо последних событий, насколько закономерны технологические, техногенные аварии, которые происходят? Саяна-Шушенская совсем недавно, на днях Норникель. Насколько они закономерны? К сожалению, в любой технике бывают изъяны, износ. И если есть техника, то когда-то аварии какие-то будут неизбежны. Не бывает человека без каких-то тех или иных заболеваний. А как шутят врачи, нет здоровых, есть недообследованные. Так что аварии во многом закономерны. Вопрос, насколько они серьезны, насколько они опасны, и можно ли проводить профилактику того, чтобы этого не было, чтобы избегать по максимуму этих аварий. Я говорил уже об особенностях развития капитала в России, то, что значительная часть амортизационного фонда не поступает по назначению. Я думаю, из 11 триллионов каждый год собираемых средств на амортизацию на предприятиях и организациях, я думаю, что гораздо меньше трети уходит на то, чтобы восстанавливать станки, оборудование, здания, сооружения. А раз этого не происходит, значит, износ увеличивается. Износ в нашей стране увеличивается. И если сейчас около 60% износ, а по некоторым и больше, есть и стопроцентный износ. Вот то, что произошло сейчас на электростанции, на резервуарах электростанции на севере, возле Норильска. Наверняка эти цистерны стоят с советского времени, эти емкости. Они наверняка уже изношены. Уже амортизация за них заплачена, наверное, уже в 100%. Амортизация. То есть они должны быть уже, скорее всего, восстановлены, то есть новые построены на новом фундаменте. Они сейчас пытаются отговориться, те, кто там работают, руководители, что это, мол, подтаяла почва и фундамент повелся. А что, исследования нельзя было проводить? Наблюдения можно проводить элементарные? При таких ресурсах подключить науку, подключить инженерию современную. И можно без этого даже обходиться. Можно просто вот износ произошел на 60-70%. Есть средства, амортизацию получил, миллиарды получил на амортизацию, построил новые резервуары. С новым фундаментом, с учетом нынешних условий климатических, как там почва себя ведет. Но этого не происходит. В большинстве случаев. Где-то происходит, где-то происходит обновление. Нельзя говорить, что все плохо. Где-то происходит обновление. Вот у нас вот ветропарк в Кочубеевском районе. Сейчас создают 84 генератора. Красивые такие сооружения. Есть обновление, но оно недостаточно. Оно натреть от того, что должно происходить. Некоторые хвастаются, а у нас этот станок работает уже там 70 лет. Зачем хвастаетесь? Что тут хорошего, что 70 лет работает какой-то станок, ДИП, догнать и перегнать. Тогда догоняли и перегоняли, когда этот станок был, на самом деле. И перегнали фашистскую Германию в три раза по танкам, в три раза по пушкам, в три раза по автоматическому вооружению. Это основа победы. Экономическая основа победы была. Поэтому для того, чтобы не допускать такого, нужно заставить, раз капиталист сами это не делает, значит, должно заставить кто? Ну государство, да буржуазное, да капиталистов это государство, но оно в рамках, просто в режиме самосохранения, в интерес к самосохранению, должно заставить капиталистов обновлять основной капитал. Здание, сооружение, станки, оборудование, транспортные системы. Сколько лет у нас уже эти транспортные системы с советского времени, которые качают нефть и газ? Сейчас новые создаются на Китае, там и вот по дну моря Балтийского. А старые сколько лежат? Это же тоже не вечное. Железные дороги, обновления, авиационный парк нуждается в обновлении, потому что часто не на новых самолетах летаем. А это все, есть не что иное, как использование амориационного фонда, заставить его полностью использовать, если сам не используешь, то называется отдай другому, хотя бы за какие-то проценты. То есть государственный фонд, и потом уже можно использовать как средство. Ищут, где средства для капиталовложения. Вот они средства для капиталовложения. Амориационный фонд 11 триллионов рублей в год. Вот 11 триллионов. У нас бюджет всего лишь страны, там меньше 20 триллионов рублей. И, конечно, 46 триллионов рублей – это прибыль. Это прибыль, это… Еще НДС не посчитали. На самом деле ресурсы огромные в нашей стране. И мы могли спокойно развиваться по 10 и более процентов. То есть за 8 лет удваивать производство и вдвое улучшать условия жизни. Это можно делать и нужно делать. Опять же, если государство это не делает, то кому придется это делать? Придется делать рабочему классу. Да, пока в условиях буржуазного общества. Как делать? Требовать свое. Требовать свою заработную плату. А заработная плата должна быть 3-5 раз, согласно науке, в 3-5 раз выше, чем сейчас она. То есть заработная плата квалифицированного рабочего должна быть порядка 100-150, а в крупных городах до 200 тысяч рублей в месяц. Почему-то какие-то небольшие должностные лица в какой-нибудь корпорации крупной спокойно там получают 150-200 тысяч рублей в Москве и как-то не считается это высоким. Вот у них так вот небольшой какой-то там чинуша получает. А рабочий почему-то не должен получать. На самом деле, когда уже поставили задачу восстановления производства кораблей для военно-морского флота, и когда стали кадры искать и подбирать в Ленинграде, в Питере, да, уже сейчас и 100-150 тысяч рублей готовы платить сварщикам высоко квалифицированным. Да, это приближается к стоимости рабочей силы. Как сохранили движение воздушное в нашей стране? Сохранили благодаря профсоюзу авиадиспетчеров нашей страны. Они потребовали увеличения зарплаты соответственно, им бастовать нельзя было, и они различными способами, законными, на грани закона, но они добились того, чтобы заработную плату им увеличили государственные, государственное предприятие увеличило в несколько раз. Раньше молодежь к ним не шла, сейчас уже есть и молодежь, и наша система регулирования движения воздушного транспорта, она сейчас живая и развивается. Благодаря кому? Благодаря работникам, благодаря профсоюзу. То есть на самом деле профсоюзы и организованные рабочие это настоящие, не только созидатели страны, потому что создают то, благодаря чему мы живем. И промышленные рабочие, и сельхозрабочие, у нас сейчас крестьян нет, в селе работают сельхозрабочие, благодаря промышленным, сельхозрабочим, транспортным рабочим живет наша страна и все остальные страны мира. Так вот и рабочие должны жить гораздо лучше, чем живут сейчас. Но зависит, никто подарки делать не будет. Зависит только от самих рабочих, от их организованности. Пока будут многие там, ну не многие, некоторые там будут скулить, им лучше от этого не будет. А вот те сознательные рабочие, которые начинают борьбу и продолжают борьбу за свои интересы, они, кстати говоря, не только лучше живут, но они еще и дольше живут, потому что они реализуют себя еще как личности. Я вот таких людей видел, наблюдал и знаком с такими людьми. Это настоящие борцы, пример для всего рабочего класса. То есть сила у него есть, огромная у рабочего класса, потенциал есть. Потенциальная и реальная сила. И знания, и навыки, и умения. Нужно браться и делать. Да, конечно. И все для этого есть. И исторический опыт есть в нашей стране, огромный исторический, ну, наверное, ни в одной стране мира такого опыта нет, как в нашей стране борьбы рабочего класса. И есть, кстати говоря, опыт поражений. Разбитые армии хорошо учатся. Опыт поражений тоже надо использовать для последующих успехов и побед. Ну и наука подтверждает это все самое. Ну это только наука, само собой. И лучше наука стоит, существует и работает в интересах рабочих. Марксизм и ленизм. Это самая передовая общественная наука. Более передовой нет. Понятно. Спасибо, Олег Анатольевич. Спасибо за беседу. Всего доброго. Спасибо.